Температура воздуха падает до минусовых показателей. Зима не за горами. Многие владельцы авто уже готовятся сменить летнюю резину на зимнюю и таким образом позаботятся о безопасности дорожного движения. Ссылаясь на нормативно-правой акт, технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, необходимо в период декабрь-январь-февраль три месяца оборудовать автомобиль зимней резиной. Однако госавтоинспекторы рекомендуют не дожидаться календарной зимы, а поменять шины автомобиля в тот момент, когда столбик термометра опустится ниже нуля. О том, что не стоит пренебрегать заменой резины, говорят и работники автосервиса. Летняя резина в холода, она теряет свои свойства, деревенеет, то есть более пластиковая становится. Вы на ней как на санках начинаете кататься. Итак, менять резину на автомобиле нужно вовремя, однако в этом процессе существует немало нюансов. И нужно понимать, какие шины подойдут именно вашей машине. Специалисты автосервиса советуют выбирать резину на период зимних холодов, исходя из дорожных условий и местности, где передвигается автомобиль. Если у нас шипованное колесо, в нем более примесей, как бы сказать, да, резины твердой, то есть, чтобы держался шип, минус 20, температурный режим, то это колесо с остановкой не справится так, как справится липучка. Ну, как ее называют, липучка. Почему? Расскажу. Потому что минус 20 на дороге налить, вот эта корка снега с водой, она леденеет, она очень твердая, становится, ну, как камень, по сути, да. И шип ее не пробьет. Тормозной путь на льду увеличится у шипованного колеса, нежели как у липучки. Случаев заносов на дороге, покрытой коркой льда, немало. Зачастую такие дорожно-транспортные происшествия заканчиваются плачевно, причем не только для самого автомобиля, но и человека. А потому необходимо заблаговременно позаботиться о смене шин, не подвергать опасности себя и окружающих.